Итак, дорогие друзья, здравствуйте, усаживайтесь по удобнее. Сейчас мы поговорим про такой смартфончик. Как? Хуевый! Nova 2i. Очень хороший смартфон. Очень, очень. Просто вообще. За 10 тысяч рублей, но не больше. Потому что стоит он 20 тысяч рублей, ребята, RST версии. Это, ребята, дороговато. Я его приобрел за десяточку с скидочками, с купонами там, с тампонами, с прочим, лабудой. Слушайте, ну чехол этот зашкварный, пипец, хотел из него снять, я его не буду снимать, ребята, сори. Чехол ужасный, ужасный, ребята, его нафиг поломаешь, да себе нафиг руки поломаешь. Он так снимается, жесть вообще. Лютый зашквар. Лютый какой-то китаец придумал такой чехол положить. Слушайте, трындец вообще, ребята, сейчас. Ох, еле снял. Я боюсь, что поцарапается телефон в очередной раз. Покажу вам последний раз его без чехла. Собирает он пыль на ура. Но вот сзади, кстати, ребята, чехол прилегает очень хорошо. Я нигде пыли не собрал. Уже я больше недели точно пользуюсь. В отличие от фирменного, дорогущего чехла за 3000 рублей, для Samsung Galaxy Note 8, который не плотно прилегает. И вот здесь собираются вокруг камеры пылюка. Пылюка, понимаете? Если попадутся какие-нибудь песчинки летом, к примеру, на пляже вы будете, тогда будет трындец, может расцарапать. А может и не расцарапать, потому что здесь такая какая-то фирменная ткань. Органза там или замша, или еще хер, он знает, что, не знаю. В общем, вот этот телефон, ребята, вот эти телефоны, вот эти два, они не стоят своих денег. Я вам честно говорю, потому что я же не скрывать ничего. Мне там совершенно до фени, залайкаете вы меня там, задизлайкаете. За огромные бабки 70 тысяч рублей, 92 тысячи рублей, когда я его покупал. Сейчас он там 88, 87, на пятерку просел айфон юбилейный. Ребят, ну они не стоят тех денег. Ну, сука, ну не стоят, ну никак вообще. Просто хорошие, классные телефоны. Этот же телефон, свой там, прайс стоит полностью, ребят. Не знаю, ну, 19 тысяч рублей РСТ-версия, мне кажется, немножко дороговато все-таки. Но стоил хотя бы, ребят, хотя бы 17, а лучше 16. А если бы стоил 15, вообще, по-моему, цены не было. Но если бы он стоил 15, он конкурировал бы уже с другими, более бюджетными смартфонами. Это уже была бы другая совсем история. В общем, телефон классный, классный, лежит в руке. Он большой, смотрите, вот с айфоном юбиляром, покажу вам. Побольше и по ширине потолще Huawei Nova 2i. А по толщине, ребята, нифига, он не потолще. Он такой же тоненький, да чуть ли не тоньше, чем айфон. Так, теперь его сравним с Петрушкой от собакоедов. Так, Samsung Galaxy Note 8. Смотрим, ребят. Зырем в оба глаза. Samsung побольше. Samsung, ну, чуток, может, там на полмиллиметра пошире. Или мне так кажется, ребят. Так, спереди. Так, ты, Петруча. Ну, вот спереди, смотрите, что спереди. Ну, у Samsung, конечно, экран больше, 6,3 дюйма. Так, Samsung, молодец, конечно. У этого экран чуток поменьше, 6 дюймов. 5,99, что ли, там, или 5,90, я вот честно говоря, вот так. Ну, по экрану, короче, Samsung побольше. Ну, ребята, тут же по цене вопрос. RST-версия 70 тысяч рублей, RST-версия 19 тысяч рублей. Можно купить три нах с половиной вот таких смартфона. Вот таких китаёс, милых и симпатичных. Ребят, мне он очень нравится, то, что он из металла. Очень нравится. Металл здесь не такой зашкварный, блин, фольга какая-то конченная, как в Mi 5S и как в этом Xiaomi еще, блин, как его, мать его за ногу. А, Mi 1. А здесь, слушайте, какой металл. Офигительный. Как правильно, OnePlus 3T и OnePlus 3. Потому что сраненькие OnePlus 5 и 5T уже стали с более тоненьким металлом. И это здесь, мне там дурачок какой-то пишет постоянно. А это из-за того, что там по-другому, короче, расположены органы внутри. Да ничего подобного. Что за глупость. Металл имеет, блин, толщину определенную везде. В любом смартфоне, в любой двери входной, в любом машине, в любом холодильнике. Понимаете, ребят? Вот здесь металл более просто толстый и все. Вот. Ему ничего не страшно. Реально. Офигенно. Вот это ощущение монолитности. Это ощущение надежности ни с чем не передать. Ну, ребятки, сейчас про что поговорим? Поговорим про игры. Сейчас было такое вступление, как всегда, долгое. Необоснованно долгое. Потому что я никуда, никогда не тороплюсь. Поэтому никогда не опаздываю. Так. Ребятки, давайте поменяем обойну все-таки. Усё-таки. Усё-таки обойну поменяем. Давайте вот такую, что ли, поставим. Так, как ее тут установить-то? Установить как? Э-у-э, Кэптэн Джек. Рабочий экран. Для рабочих. Рабочий экран. Ну, смотрите. Классный, классный экран. Ребята, ну реально, за 19 тысяч, ну вообще, смотрится с ног шибательно. Потому что Mi 5X и Mi 1, конечно, уже смотрятся немножко устаревшим. С ихними толстыми рамками. А здесь две камеры спереди. Две камеры сзади, блин. И еще две невидимых камеры снизу. Так, ладно, ребятки, давайте поскакали. Поскакали. Покажу вам, как идут игрушки. Так, к сожалению, не вытягивается строка выдавления. Вытягивается поиск наподобие, как в айфонах. И вот это, конечно, китайозам не зачет. Ну зачем копировать? Ну что вы такие, сука, тупые твари? Почему вы не можете придумать ничего своего? Так, давайте включаем Wi-Fi, но невнимательную. Так, ой, тут началось, началось. Сейчас начнется, сейчас включишь Wi-Fi, начнется. Сейчас, ребятки, пускай там прозагрузится, все. В общем, по приему. Прием нормальной сети. 3G, 4G принимает, все ништяк. Wi-Fi хорошо принимает. Но, ребята, но, но, но. В этих двух смартфонах звук через динамик лучше. Но, опять же, глупо что-то там вообще вякать, заикаться про них. Они стоят, блин, во много раз дороже. В общем, мне как-то показалось странным, то, что прием не везде хороший. Ну, как бы, или не прием, а вот звук, динамика, как-то, вот, в зависимости от того, где вы находитесь. Бывает, в шумном месте хорошо слышно собеседника. А бывает, зашел в магазин, где было тихо, совершенно спокойно. Ходил там, выбирал шмотки. Мне кто-то позвонил на этот телефон. У меня 9 разных сим-карт, просто все операторы есть, и российские, и какие-то заграничные. Позвонил мне кто-то, короче, на сим-карт. Потому что за оператора, конечно, это зависит. У меня сейчас здесь две сим-карты стоит. МТС, еще какая-то, уже не помню, Билайн, что ли. И, в общем, позвонили. Мне как-то показался вот такой какой-то, знаете, бочковатый разговор, как из бочки немножко. Ну, а в других случаях нет, все было нормально. Поэтому пока судить об этом рано. И я, ребята, закруглил здесь... Подождите, я закруглил... Да, я здесь закруглил края при помощи программки CornerFly. Видите, как классно стало выглядеть. За счет того, что эти рамочки и так не такие уж и толстые. Но при помощи вот этой программочки CornerFly можете закруглить. Спасибо большое подписчику, который мне подсказал. И, ребята, я вот забыл передать большое спасибо тому человеку. Посмотрите в переписке, там, под каким-то обзором. Кто подсказал мне, как можно остановить Google камеру на Samsung. Дружище, тебе большое спасибо. Если ты смотришь этот обзор, то попадешь в рай без очереди. Так, ладно, ребятки. Ну, в общем, эта камера ничего не дала толком, потому что Samsung со своей камерой фоткает лучше, оказалось. Ну, тем не менее, всем спасибо человеку, потому что он мне там объяснял находчиво, как это все сделать. Так, ребятки. Все в порядке. Поскакали. Давайте начнем. Guns on Boom. Shooter Rock. Ну. Вас издаст. Ну, ёптель, птеродактель. Ну, ё-моё, сейчас загружаться что-ли будет. Давайте, короче. Ну, не хочу я ждать, меня это раздражает все. Давайте сейчас выйдем с этой игры. А, нет, может он быстро загрузится. Сейчас я посмотрю, ребятки. А, у меня занят еще Wi-Fi. Ё-пара, с этой. Етить-колотить. Ну, не знаю, быстро он загрузится или не быстро, короче. А, нет, давайте, давайте, давайте. У-у-у, набирай сил. В общем, по играм, ребята, вот по играм я вам честно скажу, наперед вам скажу, кто там торопится, по делам бежать быстрее. Ребята, по играм не все так гладко. И говорить не все так гладко вообще, как бы это приукрашивать ситуацию. Все очень-очень плохо. Это, можно сказать, все очень-очень жопа. В играх здесь, ребята, ну, конкретно лаги, фризы, приседания, FPS, подтормаживания, присутствует лизинг, антилизинг, нихера не справляется, потому что бюджетный проц. Вонючий этот кирин, здесь впихнут процессор. И видеокарта нет топовая, даже не бюджетного такого уровня, по-моему, еще хуже. В общем, в какие-то игры можно играть, но падла начал там докачивать что-то. Вот, идите-колотите. Давайте, пускай он докачивает, пока в другие игры сыграем. Ну, экран, ребята, что-то с чем-то. В общем, для игр этот смартфон, наперед вам сейчас сразу говорю, чтобы вас не тянуть кота за яйца. Для игр этот смартфон не подходит. Вот для фотографии подходит. Обалденная камера. Камера меня удивила. Пофоткал я, сравнил с Mi 1 со своим. Он Mi 1 вздрючил. Ну, я вам, ребята, покажу это в дальнейшем. Камера просто шикарная для бюджетника. Удивил портретный режим. Там столько наворотов с портретным режимом, что мама не говорю. Я же говорю, Huawei P10, нет столько всего софта, сколько сюда запихали, понимаете, на программном уровне. И меня это удивляет. P10 же был флагманом. Ну, просто этот недавно вышел. P10-то давно вышел. Очень странная политика у фирмы Huawei. Так, давайте, ладно, смотрим дальше. Rouge Assault. Онлайн стратежка с прямым управлением. То бишь, там можно все время тапать, нападая на противника. Такой ККНД, блин, фу, не ККНД. Мать его, за ногу. Там Крайбандикот хотел сказать, сейчас, ребята, сейчас, сейчас, сейчас. Соберусь с мыслями. Command & Conquer, вот, вспомнил. Типа, аля, такой Command & Conquer на шоу времени. Ну, можно сказать, Red Alert еще. И при этом сетевой. Ой, игра классная, прекрасная. Но чем плохи, ребята, все, все, все сетевые игры вместе взяты? Тем, что однообразен процесс и смысл до глубины банален, блин. Просто вообще играть неинтересно. Ну, так немножко поиграть можно. Я же говорю, прямое управление. Не так, как он мне дебильной игре отдал указ. И сидишь там 15 секунд ждешь, ждешь. Пока твои там юниты походят, что-нибудь сделают. Ой, меня там отгрючили как. Так, я давно уже не заходил. Сюда уже надоела мне эта игра. Так. Так, давайте покажи базу. Ну, ладно, мы поняли, там взорвали. О, на меня 4 раза напали. 3 раза проиграли. 1 раз выиграли. То бишь, 3 раза я победил. Офигительно. Ну, вот, смотрите. В отличие от Mi 1. И этот, блин, даже Кирин здесь лучше потянул. Смотрите. Ну, вот цирк, да. Хотя в других играх, я в эту игру не запускал. Хотя в других играх ничего хорошего здесь тоже нет. Вот это уже радует. Это уже радует, ребятки. Бой, я сейчас не буду показывать. Это долгий процесс. Ну, долго все подгружается, загружается. Так, вот падла, камера попросилась на зарядку. Сейчас, ребятки, дорогие. Это все как всегда. Так, продолжаем о наших баранах. Слушайте, как его приятно держать в руке. Как приятно держать в руке металлический смартфон. Просто вообще класс, ребята. Вот это класс, честно. И с таким железом. Шикарное железо толстенькое. Я же говорю, не как какая-то фольга в некоторых смартфонах. От фирмы Xiaomi. Так, ну все прекрасно идет. Прекрасно работает. Скроллинг, зум. Вот это приближение. Шикарно. В Mi 1 так не может. Вот так, ребята. Ладно, выходим, бог с ним. Так, у нас там пока загружается. Давайте посмотрим Domination. Ну, какие-то игрушки я запускал. Постирал здесь, потому что они шли ужасно плохо. Но оставил тех, которые сейчас чаще всего нет-нет. Да захожу порубаться, когда есть свободная пятиминутка. Или когда просто есть интерес к этим игрушкам. Что-то я, ребята, от спорта так устал уже. Просто вот вообще реально. Замудохался, блин. Заниматься вечно. Так, ну ладно, ждем. Смартфон у меня подзамудохал. И теперь уже и спорт. Потому что слишком много начал чем заниматься. Так, ладно. Ну, смотрим, ребята. Domination. Как он себя покажет. Ну, ребят, небольшие. Да, да, есть. Лаги есть. Может, через камеру это не видно будет. Ну, есть. Фризы, да, есть. Давайте зайдем, смотрим. Главная площадь. Сразу смотрим. Инфо. Ну, вот, видите, задержка была. Слушайте, ну, открывает быстрее там, чем Mi A1. А ну, сюда. Ой, ну, подвис конкретно. Ну, пипец. Не, ну, что-то, видите, быстрее. Не, ну, трындец. Тоже задержки, пипец. Прорисовки вот эти все. Понимаете, после айфона на всех андроид-смартфонах играть уже не кайфово. А на бюджетках так вообще, конечно, туши свет. Ну, смотрите, экрана, в отличие от Mi A1, вот эта, по крайней мере, идет, блин, в... Явно, блин, во всей своей красе, потому что там, блин, все урезалось. Пипец как. Так. Да нормально идет, ребята, слушайте. Я там что-то тестил какой-то шутер и гоночки. Я помню, мне не понравилось, ужасно я их постирал. Решил оставить свои игры, в которые играю. Слушайте, ну, можно еще и играть на нем, оказывается. Вот так. Ну, может, не во все, конечно, ребят. Может, не во все. Экран для IPS-матрицы немножко перенасыщен, но, слава богу, здесь можно хоть как-то корректировать. Но корректировки экрана здесь убоги. Я вам честно говорю, я уже там все посмотрел, все про него узнал. Как бы, ну, оставляет желать лучшего. Корректировочки экрана. Так, сейчас, что у нас здесь можно построить? Защиту какую для базы сделать? Очень сильно желтый цвет, зеленый цвет, желтит. Очень сильно. Это вот сейчас стоит на нормальном. Без вмешательства, то бишь извини. Да, вот еще одна яблонька осталась. Надо собрать урожай. Так, барбос-то куда побежал? Ну, все, в общем, игра пошла не так уж плохо. Domination. Игра для умных игроков. Поэтому многим она не нравится, ребята. Уж извиняйте за правду матку. Стратегии не популярны на смартфонах. Так, да стратегии сейчас, ребята, и на ПКшке не так популярны, как какие-то более примитивные, тупые жанры. Стрелялки, шутеры, гоночки тупые. Это вот хиты продаж. Какая-нибудь тупая игрушка, типа Assassin's Creed, которую уже поставили на рельсы. Когда-то была классная игра, первая часть. Ну, ее изнасиловали уже, как и серию гонок Need for Speed. Сплошное говно выходит уже. Так, давайте посмотрим еще одну игрульку. И потом вернемся к танчикам. Если танчики там, фу, не танчики, эти, Gunful Boom, если закачались. Я все-таки такой олдскульный гейммастер, поэтому люблю стратежки и РПГшки на втором жанре. И только в третье место в моем хит-параде предпочтений это немножко шутеры, немножко гоночки и все. Ну, и немножко адвенчеры. Раньше еще очень любил квесты. Очень любил квесты. Это жанр такой, где там ходишь, отгадываешь, там в каком-нибудь замке, в каком-нибудь доме. В каком-нибудь помещении или там где угодно. Очень классный жанр был. Но, ребята, к сожалению, со временем человечество сейчас все куда-то торопится. Все спешат, 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 бегут, 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 бегут. И сейчас вот уделять куча часов, посидеть, поиграть в квесты, просто тупо нет времени. Так, ребятки, ну давайте посмотрим. Посмотрим. Ну давай, не надо там все показывать. Началось в колхозе утро, так. Ой, ну какие новости. Так, выходим. Настройки. Я хочу настройки там. Ой, ну давайте, давайте. Настройки. Ну давайте на высоком посмотрим, как будет идти. Звук выжди, убираем нафиг. Все стоит на высоком. Тени включены. Все, все, все. Я думаю, будет полный пипец, потому что, я же говорю, процессор этот особо не игровой. Да вот, по-моему, сейчас даже есть потеря фпс. Я в гараже танк прокручиваю. Вот давайте глянем. Сейчас засрем статистику танка, дай бог с ним. Динамик проверяем. И, в общем, ребята, я же говорю, стратежки сейчас жанр не актуальный. Те же танчики играют, блин, там вообще по всему миру миллионы людей. Ну не в эти маленькие танчики, а в большие полноценные, на компьютере или на плейстейшн. Да, ребята, тормоза 12 фпс. Карл, 24. Все, все, можно дальше не смотреть, короче. 22 фпс, 19. Не, ну танчики он вообще не тянет. Я же говорю, это не игровой смартфон, все-таки правильно я сказал в самом начале. Потому что какие-то проекты он потянул, какие-то нет. 19 фпс, ребят. Ну это зашквар, короче. Полнейшая жопа просто. 17 фпс. Не, ну дальше можно не играть. Я здесь даже убить никого не смогу. У меня медленный танк. А с такой потерей фпс, я даже дулом не смогу вертеть нормально. Буду здесь чисто светить и ездить. 26 фпс. Принесу своей команде победное очко. Главное самому не получить в очко, пока я здесь стою. О, спасибо, чувак. Спасибо, спасибо, спасибо. Поддержал. Ну, ребята, играть невозможно на максималках. Сейчас поставим, короче, в следующем бою на средний. Давайте, короче, сейчас время заканчивается обзора. Давайте поставлю на паузу пока. Все, ребятки, слава богу, этот аналог карнавал закончился. Упала до 13 фпс в перестрелке через снайперские прицелы. Это, короче, вообще, ну, неиграбельно просто. Сейчас поставим на средние настройки и быстренько леем на средние. Пока ставлю на паузу. А, так, давайте же я вам покажу, что я ставлю на средние. Слушайте, а то скажешь, обсираешь, такой хороший смартфон. Так, среднее. Ну, в общем, он как бы хороший, но он не игровой, ребят, просто. Вот о чем речь, братцы. Так, давайте, может, выйдем, перезапустим его. Пу-пу-пу-пум. Чух. Смотрите, было 100%, 95%. Еще очень неплохая автономность. Блин, упал всего-то на 5% за 20 минут. Ну, правда, я там болтал же еще какое-то время. Я же не все время играл, ребята. Это надо тоже учесть. Так, давайте. Давайте опять на этом танке на средних настройках. И будем подытаживать. Ганс, он в бум. И вот тоже средненько, ребята. Он там сейчас начал обновляться. Бог с ним, с Гансом, в бум. Ждем, пока запустится игра. Ребята, такой же зашквар и на средних настройках. 14 FPS, 15 FPS, 20 FPS, 25. Начало расти. На средних чуть получше. Ну, вот я когда стоял с кучей танков, было 14 FPS, 23 FPS. В общем, на среднячке, ребята. Полнейшая тетя клава, в общем. 28 FPS. Ну, ребят, я же говорю, игровым смартфоном его называть нельзя, потому что какие-то проекты он потянул хорошо игровые. Какие-то в апче играть практически нельзя. 31 FPS. Для кого 30 FPS это норма, то, ради бога, можете брать смело, потому что там бывают люди, которые говорят, что 30 FPS недостаточно. Ну, ради бога, покупайте все. Классный смартфон. Потому что во всем остальном, кроме игр, он шикарен. Неплохой звук, хорошая камера, хорошая автономность, хороший экран. Классно выглядит. Экран широкоформатный, большой. Одни плюсы, кроме производительности, ребята. Производительность это минус. 29, 28. Но это я не в гуще событий. Это я еду соло, там где-то дрочусь от всех подальше. Так, а время подходит к концу. 29 FPS. Ну, ребят, как бы, ну, ну, на средних уже хоть как-то играть можно, ребят, на средних. А вообще, наверное, комфортная игра здесь будет только на минималке. Скорее всего. Нифига себе, я даже Т-43 пробил. И смотался в кусты. Вот мне шаг простуженный. О, он на меня в атаку поехал. А, нет. Ого, зашибись, промазал. 3-3. Не, ну, это все. 16-14. Не, ребята, ну, это говно. На этом смартфоне в танки, по крайней мере, играть никому не рекомендую. Это вообще... Нервная система выйдет из строя моментально. Все, петрушили. Выходим. Ладно, короче, танки пошли как кусок говна. Падает до 12-13 FPS. Это я такого зашквара нигде не видел ни на одном смартфоне за последние лет 5. Это полный анус просто. Возможно, просто конкретно танки не оптимизированы, ребятки. Я не знаю, честно. Ну, в общем, так. Все в нем суперклассно. Кроме, блин, производительности. Потому что где-то хорошо, где-то не очень хорошо. По автономности со 100% за 23 минуты с половиной упало на 7%. То бишь, вполне неплохо себе. Камера, ребята. А вот камера будет в отдельном обзоре. В общем, подэтажевым. Игровым смартфоном этот смартфон никак нельзя называть. Однозначно. Huawei Nova 2 хорош во всем практически, кроме игр. Ну, а в чем он хорош? Мы протестируем его еще по звуку. По автономности еще потестируем отдельно. В бенчах погоняем. И протестируем его по камере. И по камере я вам покажу, как он разнес. Xiaomi Mi 1, что меня просто нереально удивило. А первые примеры фотографий вы сможете увидеть по ссылочке на Яндекс.Диск мой под обзорчиком. Все, дорогие друзья, до новых встреч. Всем всего хорошего. Нереально классного, прекрасного. Все. Трун-трун-трун. Чух. До новых встреч, дорогие друзья.